МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане самая вкусная передача. Неполитическая кухня. Мы, как всегда, находимся в храме еды на кухне ресторана Мэйбир. И периодически встречаемся на этой кухне с моими коллегами, чему я очень рад. Сегодня как раз такая же встреча. Рядом со мной Ярослав Орешкин, ведущий программы «Персона». Ярослав, приветствую тебя! Привет, Север! Сегодня ты у нас будешь в качестве такого героя программы. Сегодня я буду героем программы. И я, судя по набору продуктов, предлагаю, что у нас будет очень большая баталия. Что-то будет связанное с печенью индейки. Да, мы будем готовить паштеты из печени индейки, с тимьяном, коньяком. Ну, коньяк уже здесь, это был маринад. Вот, второе блюдо мы будем готовить спагетти с чернилами, каракатицей и морепродуктами. Отлично. И что-то у нас будет, видимо, наподобие десерта. Штрудель! Штрудель! У нас будет штрудель. Была идея такая, что вот приходят гости, да, и, ну, одним блюдом надо их как-то вот удивить, и это будут спагетти с чернилами, каракатицей. Старым поразить? Нет. А все остальное, оно такое, ну, бюджетненький вариант, по сути. Да, получается много и не так дорого. Давай начнем, наверное, с паштета. Да. Нам надо порезать с тобой лук. Паштет начинается с лука. Паштет начинается с лука. Как мы его будем резать? Чем мельче? Мельче, не знаю, давай я тебе покажу, потому что мне очень сложно объяснить. Эти блюда, которые мы сегодня делаем, они у тебя часто в меню появляются? Или это только такие вот... Ну, давай откроем тайну, что я иногда приношу на работу этот паштет, да, да, да. Подкармливать нашу дирекцию. Да, ну вот такими, смотри, смотри, вот такими. Нам очень повезло. Кусками. Мы сейчас бросим это все тушиться с маслом и забудем про это. Так, а мы для этого поставили воду туда кипятить? Воду мы поставили кипятить для того, чтобы были спагетти. Мы сейчас быстренько... Ой, слушай, я забыл о том, что лук-то, оказывается, от него плачешь. Ну, ничего, страшно. Двое мужчин на кухне, которые плачут. Это, наверное, трогательно. Готовишь ты часто, так понимаю? Наверное, не так часто, как может показаться. В моем случае я готовлю только для того, чтобы поразить кого-нибудь, наверное, или... Ну, в общем, это больше творческий процесс, чем какой-то вот процесс для еды, да. Если надо просто поесть, я, наверное, сварю макароны, заправлю их томатным соусом, и я буду счастлив. Ну, я люблю приглашать гостей, поэтому... Поэтому... Проходите ко мне, гости. Я очень рад. Я очень рад, что ты такой человек костепеленный. Да, да, Северин. Эти слезы радости. Да, я такой. Лука, слушай, мы взяли много. Много, много, так и должно быть. Он очень быстро ужарится. Килограмм 2 на 1,5 или сколько? Нет, я не думаю, что... Ну, меньше, меньше. Я думаю, что он ужарится. Если что, мы просто отложим его и забудем про него. Ну, лук-то да, у него есть быстро ужариваться, конечно. Потому что... Так, теперь морковку одну нужно натереть на терке. Понятно. Мелко. Хорошо. Где ты учился готовить? Как ты учился готовить? Готовить меня научила мама. Мама готовила всегда. Ну, как всегда. Она сначала сидела со мной лет, наверное, до 5. И все это время она готовила. Они с папой на самом деле ругались. Потому что папа требовал, чтобы она готовила что-то постное. Она готовила что-то очень калорийное всегда. Он набирал килограммы и говорил, Аня, прекрати, прекрати. Вот. Ну, и я заглядывал на кухню. Ну, и помогал, потому что интересно было, чем она там занимается. Вот. Так я научился готовить. Да, да. А потом мама пошла работать в Министерство образования. И все. Еду мы видели только по праздникам. Для паштета мы сначала нарезаем лук и будем его тушить. Лук, морковь и тушим. Это все самое долгое. Мы добавим сюда еще немножко сливочного масла. Потому что, дорогие хозяйки, если вы нас сейчас слушаете, есть хитрость. Если вы хотите как можно лучше сохранить какой-нибудь запах, с этим лучше всего справляется масло. И лучше всего с этим справляется масло сливочное. Но у него, конечно, есть недостаток, Север. Но оно горит. Ну, конечно. Но что делать? Но пахнет вкусно. Но пахнет оно очень вкусно. Поэтому мы сюда отправляем весь наш лук. Конечно, после такого паштета вся квартира пахнет луком. Вся ваша одежда будет пахнуть паштетом, луком. Но поверьте, друзья, вкусовые ощущения этого стоят. Телевидение, к сожалению, не передает их, но что делать? Ничего, я думаю, что... Я думаю, что это следующий виток развития. Ну все, я справился с морковью. Куда его? К тебе? Ее надо под... Нет, нужно немножко подождать с морковкой. Потому что лук должен немножко прийти в себя. Как говорит моя бабушка. Прийти в себя? Да. Но мы немножко, конечно, переборщили с луком. Но ничего. Все будет нормально. Пока у нас там происходит история. Нам надо яблоки нарезать кусочками. Знаешь, когда ты готовишь, ты начинаешь задумываться о философских материях. Потому что... Это располагает. Вот ты готовишь... Ну, конечно. Вот ты стоишь, режешь. Но с другой стороны, ты готовишь, скажем, час, два... Например, в блюдах французской кухни. Если блюдо готовится, скажем, меньше двух часов, то это как-то, знаешь... Это уже не блюдо. Это не вызывает уважения, да. Всего два часа вы готовили. Фу! А съедается это все за две минуты. И как вот быть после этого? Я не знаю. Ну, конечно, надо есть. Ну, я знаю, я нашел выход. Я просто варю макароны, добавляю туда томатный соус. И все. Да. Вы не подумайте, я такое не готовлю каждый день. Это специально для вас, уважаем телевизор. Специально для вас. Ты, кстати, на телевизоре с малых лет на телевизор. О, я с 13 лет на телевидении. Причем это началось, знаешь, как это... Я же родился, вырос в Волгограде. И там была такая программа «Маленькие звездочки» называлась. Так. Мы там пели, танцевали, рассказывали стихи. То есть про талантливых детей было, понимаешь? Ты хочешь задать вопрос, как я туда стесался, да, вообще? Если про талантливых детей. Нет. Была такая программа, она была больше развлекательного характера. Мы просто вот занимались тем, каждый, что занимался. В общем, было очень интересно. Что, собственно, интересно продолжается до сих пор. Я знаю, что-то еще в полиглоте, да? Да, наверное. Я знаю русский, английский и французский. И французский сейчас, я, конечно, владею им гораздо хуже, чем раньше. Потому что все-таки язык так или иначе требует практики. Естественно. Поэтому английский практика есть. Вот, все, сейчас начинаются кулинарные хитрости. Я раньше допускал большую ошибку. Я сначала сахарил. Так, вот эту всю красоту. И потом, соответственно, выходил сок из яблок, из всяких фруктов. И это очень, очень плохо. Потому что потом все льется. Хитрая идея. Надо просто сначала посыпать корицей. Что мы говорим именно про этот штурм. Да? И перемешать. Есть же у нас ложка, да? Да, конечно. Сахар уже высыпать на... Ну, этого еще даже мало. А сахар высыпать на само полотно теста. Ага. И тогда, что будет наверняка многое. Вот до какого состояния? Как определить, что достаточно корицы? Вот я сам не люблю, как она написана так в рецептуре, на глаз. Для штруделя. Напомню, мы нарезали яблоко, очистили от кожуры, нарезали кусочками небольшими. И высыпали корицы. Только корицы. Ты знаешь, я бы еще добавил. Это очень хорошая специя. Все. Мы, значит, перемешали, отложили. Мы буквально на несколько секунд... Это похоже на птичьи гнезда. Вот так вот. Маленькие такие. Это лингвини. Но это просто форма. Спагетти цилиндрические, а лингвини плоские. И почему они черные? Давай объясним тем, что... Потому что они черные, друзья. Потому что в них в тесто были добавлены чернила каракатицы. Поэтому они стали черные. Вот такая вот биология кулинарная. Мы обвариваем буквально несколько секунд до так называемого аль денте. Это когда внутри, когда ты раскусываешь, остается... Твердая такая. Рассказывали доклады. Была такая программа в компании Юнисеф, когда были молодые лидеры. И, соответственно, у каждого региона или у каждой страны был определенный молодой человек или девушка, которые были спикером говорящим. Естественно, с ним ездил взрослый человек, потому что дети не могут все-таки быть ответственными за многие моменты. Ну, вот так вот я поработал. 18 лет заканчивается мое сотрудничество, и я концентрируюсь на учебе. Вот. Проходил стажировку в Лондоне. Но мне кажется, это все скучно и неинтересно. Да? Да. Чем запомнился Лондон тебе? Ты знаешь, я же учился с 4 лет. И каждый раз ты смотришь на эти учебники, там какая-то огромная темза. Какой-то просто сумасшедших размер Big Bang. Какой-то необъятный собор святого Павла. Когда приезжаешь туда, ты удивляешься тому, что Big Bang, оказывается, это пятиэтажное здание. То есть высотой в 5 этажей, понимаешь? Всего? Да. Темза, вот, она еще меньше, чем Москва-река. Она грязная. То есть ты учишь, вроде как, потому что это еще грязнее, чем Москва-река. Еще грязнее, чем Москва-река. Так, нам надо сливать это все. Спагетти готово. Можно добавить сюда морковку. Давай. Так, вот посмотрите. Лук, мы это такого карамельного немножко состояния, да? Да. Почти. Но не сильно коричневый такой. Но мы сейчас добавим морковь и продолжим этот процесс. Это мы все делаем для паштета. Для паштета с печенью индейки. Что мы будем делать, пока там... Пока там все происходит, мы с тобой можем сделать... Штрудель? Да. Да, давай сделаем штрудель. Это обычное слоеное тесто, да? Обычное бездрожжевое слоеное тесто. Ну, а мы находимся на кухне ресторана Мэйбир. Здесь просто магия творится. Магия. Каждый раз, когда мы снимаем здесь, мы все это посыпаем. Бабушка говорила... Вот я сейчас вспоминаю. Для меня это... Ну, нельзя сказать, что это дебют. Но я каждый раз, когда имею дело с тестом, я вспоминаю, что говорила бабушка. И мне становится страшно. Она где-то стоит за спиной. Так, слишком много муки. Все будет невкусно. Так, быстро сделай так. Бабуля, если ты меня смотришь, я тебя люблю. Когда ты узнал про славный город Сыктывкар? Я про Сыктывкар знал всегда. Это прекрасный город. Здесь очень красивая зима. Здесь очень приветливые люди. Мне здесь очень нравится. Смотри, у нас тут так консистенция. Я смотрю. Хорошо. Надо посолить еще. Посолить? Да. Еще надо посолить и бросать туда уже печень. Печень. Да. Сейчас можешь и бросать. Стоп. Еще нам нужен будет тимьян северин. Тимьян сразу бросаем, да? Тимьян сразу мы бросаем. Но надо будет... Мы же все равно будем будем через блендер все это пропускать, да? Да, да, да. Ну что, выбрасываю? Бросай, да. И добавляй. Прям все-все выливай. Это маринад из коньяка. Он тоже должен оказаться в кастрюле. Да, кстати, скажи, пожалуйста, помимо коньяка, что тут? Ничего. Ты просто в коньяке замариноваешь? Просто в коньяке печень индейки, и больше здесь ничего нет. Тимьян. Тимьян. Он же чабрец. Ты пьешь чай с чабрецом? О, я люблю. Ну, значит, ты пьешь чай с тимьяном. Мы с бабушкой собирали. Когда я отдыхал на Украине летом, мы с бабушкой собирали чабрец, сушили. Ну, не только чабрец, другие травы. Поэтому тремяные чаи я уважаю. А у тебя есть... А они тебя? А они... Ну, у нас вроде как такая давняя история взаимоотношений. Ну, ладно, я не буду... Это я понимаю, интимный зон торгался, я не буду. Я люблю смешивать всякие травы. О, и мне они ревнуют? Нет ничего, у нас отличная компания получается. Прекрасно. Так, ну что, получилось, наконец, нормальное человеческое тесто. Вот это, да. Главное, его, видишь, теперь не порвать. Ту-ту-тфу. 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 У меня много племянников. Они маленькие. И бабушка моя, она такая женщина, не то чтобы суеверная. Ну, вот это вот, фу-фу-фу, чтобы не сглазить Это у нее в основном лексиконе И, значит, родился, когда у нас новый племянник Мы приехали Ну, года через три Нет, мы приехали-то не через три года Но рассказываю я то, что когда им было три Он сообразительный парень Он уже разговаривает в три года и соображает В общем, бабушка, он там что-то сказал И она ему такая, фу-фу-фу на тебя Ну, знаешь, там, как бабушки делают И он ей говорит, ты что же, это у меня в гостях? И на меня плюешь? Мы, конечно, были очень воодушевлены Малыши, они могут Малыши могут, они умеют Так, у нас, значит, есть противень Такой своеобразный, аккуратно Вот такой большой Вот этот штрудель на всю республику Большой противень Здесь у нас пекарская бумага Мы с тобой сделали первую хитрость То, что мы яблоки посыпали корицей Но не сыпали сахаром Так, сахаром мы посыпаем само тесто Ты любишь послаще? Ну, все любят сладенькое Мужики вообще говорят сладкоежки Ну, давай мы добавим тогда побольше сахара Ну, не настолько Нормально, я думаю, что много здесь, не много Красиво Грамм 300 сахара и все Ну, если по 300 грамм сахара По 300 грамм, да Ничего страшного Нормально, нормально Ох, какой тут аромат! А пахнет это да или нет? И тимьян, и лук, и печень Ох, я думаю, что это будет Зевчоскат Я чувствую, что еще не хватает тимьяна Давай еще Блюдо будет без изъяна И здесь много тимьяна Так, мы, значит, это все положили Теперь мы добавим яблоки У нас яблок, я так понимаю, много Мы все их сюда уместить не сможем Надо было их закатать тогда в эти рулетики Ну, что делать? Я думаю, что яблоки будут хороши и без Так, получается вот так прямо, да? На раскатанное, посыпанное сахаром тесто На раскатанное, посыпанное сахаром тесто Мы выкладываем посыпанное корицей Резанное яблоко Не одно Хотя нет, может быть и достаточно будет яблок Мы сейчас сюда их Ну, конечно, в лучших традициях мужской кухни У нас вся кухня будет потом в ингредиентах Ну, вот смотри, хитрость еще одна Слояное тесто Мы закатываем в два приема Вот так И с той стороны Для того, чтобы сильно глубоко не заворачивать Это вот мне мама Люба рассказывала Закатываем вот так, чтобы тесто внутри пропеклось Потому что если бы мы завернули один рулон То внутреннее тесто, оно было бы, ну, такое просто жиденькое Понятно Вот тут надо умудриться и поднять края Потому что сок будет вытекать А нам этого не надо Да, и поэтому мы сделаем такой кораблик Наверное Сейчас еще вот это все ведь надо перенести будет туда Вот, вот сюда А, вот так вот, да? Да, да, да Раз Сейчас надо защипить посильнее Так, радость моя, давай Спокойно, спокойно Защипляйся Так, у нас тут печень закровила немножечко Что-то тут Ты какие-то некрасивые слова говоришь? Это так неаппетитно Нет, она пустила сок, Северин Ах, да Печень пустила сок Дамы и господа Полуфабрикаты От фабрики двое из ларца А где было яйцо? Я вот просто помню, что яйцо пыло Вот, вот оно Ты думала, ушло от нас и спряталось За это мы его разобьем За то, что оно По лицу яйцу Да Яйцо разбиваем А мы будем сверху мазать, да? Да, чтобы красиво поджарилось Яйцо мы разбиваем То, что внутри мы тоже создаем из этого однородную консистенцию Если получится, конечно Ой-ой-ой Не получается Я так чувствую, что до паштета вот эта смесь, она навряд ли допьет Потому что А ты что, ешь, да, там ее? Нет, нет, нет Но все возможно Не, ну там, конечно, объем хороший, но Ну ты смотри В общем, я мажу это тесто яичной смесью, чтобы оно поджарилось красиво Теперь мы в печень добавляем сливки Так, половину вот этого Половину этого Да Итак, смотрите, уважаемые зрители Мы пожарили лук, морковь с маслом сливочным, подсолнечным Пожарили маринованную в коньяке печень Двадцать четыре часа Двадцать четыре часа Двадцать четыре часа Двадцать три с половиной будет мало И добавляем туда, сколько, кстати, процентов сливки? Двадцати процентов сливки Блюдо такое, знаешь, вот Расти, расти, моя печаль Ещё Ещё Смотрим Ещё Себе Хватит Хватит И теперь мешаем Здесь у нас всё уже готово Это мы и сделали, это мы убираем Мы тоже убираем Подальше отсюда, я думаю Так Северин Да Ну я тебя попрошу тогда отправить эти красоты в духовку Давай Держи Всё, торжественная передача состоялась Там на медленном огне оно как раз так Всё, снимаем Снимаем, да? Да Так Ребята, мы снимаем И ставим остужаться Остужаться Нам надо подчистить чесночок Посмотрите, уважаемые зрители Это чеснок Я подумал, что это маленький лук Но это на самом деле чеснок Нет, это чеснок Это однолетний чеснок Который внутри Давай снимем Как чеснок Он и на вкус как чеснок Такой чесночный чеснок такой Это нам для чего надо? Это нам надо для нашего следующего блюда Спагетти с морепродуктами В сливочно-винном соусе Мы, кстати, не сказали, что у нас будет в качестве морепродуктов В качестве морепродуктов у нас будет Это креветки Мидии И мидии в створках В принципе, я что хочу сказать по поводу стоимости Большинства продуктов Сейчас многие у экранов скажут Ах, какой буржуи Это не телевидение Мы совсем не буржуи При желании можно найти недорогие и креветки, и мидии Я, например, эти мидии купил за 69 рублей В одной из крупных сетей Ну, не буду называть, потому что там реклама и все такое За 69 рублей Вот такой чеснок Мы его сейчас раздавим Ему не повезло Держи Спасибо Многие люди не любят запах морепродуктов И для этого нужен чеснок Перец чили Да, и вино Мы добавим еще немножко белого вина Оно тоже просто избавит нас от запаха морепродуктов Хотя, в принципе, что такое в этом запахе? Ну, кому-то не нравится Ну, есть, да Согласен Ты, кстати, тоже занимаешься спортом, да? Да, я занимаюсь спортом А почему вы спрашиваете, молодой человек? Да Или ты хочешь спросить, ем ли я полезную или вредную пищу? Да, я ем вредную пищу Ну что, мы все живые люди Конечно, хочется побаловать Надо кушать только вареные овощи на пару Брокколи на пару Мы кушаем, правда, Север? Мы кушаем только брокколи на пару И вам советуем Ну, а сегодня у нас просто какой-то непонятный день Сегодня мы сорвались Сегодня мы просто сорвались Решили для вас вот Это все только для вас Куриные грудки Мы, собственно, отварили куриные грудки, но потом Эта история как-то неубедительна, правда? Как-то неубедительна Я пойду посмотрю, как там наш штурдиль Так, хорошо Мы отсюда срезаем весь наш чесночок Положим, уберем Добавим сюда немножко масла Чтобы оно, опять-таки, забрало этот весь аромат Так Ну, желание, можешь взять обычный чеснок, да, Витя? Не обязательно однолетний брать Нет, не обязательно У меня просто какой был дома, я такой и взял Он, по-моему, даже дешевле, чем тот Так, а сковородка-то у нас греется, кстати? Все, убирай ее Да? Да, да Нам надо сейчас будет сделать небольшой перерыв Потому что нам надо будет вытащить наши морепродукты И почистить их Что тоже нелегко Что делать? В мидии мы кладем, вот у нас там вода, да? Ага Мы сюда бросаем немножко толченого чеснока Вообще, вот что я хочу сказать Дальше начинается такая быстрая работа Что даже вот мне как-то становится немножко страшно Я пока порежу помидорки Помидорки могут быть любые Я порезал вот эти маленькие И еще нам нужен перец чили Аккуратно с перцем чили Очень аккуратно Его нельзя потом трогать этими пальцами Ничего Ничего, да, желательно не трогать Ничего Сами переводитесь в большой перец чили Я однажды съел перец чили Они такие маленькие, красивенькие Я не знал о том, насколько это все Насколько это все страшно Да, мы были в каком-то ресторане И там был какой-то маленький, красивый такой перчик Я думаю, эх, болгарский, наверное, красивый, маленький Откусил, ел И на меня, знаешь, такое ощущение, что такая тишина И весь ресторан так Да, мои собеседники смотрят на меня Одна девушка такая говорит Что с тобой сейчас будет? А это же не сразу, понимаешь, происходит А я смотрю, думаю, боже, да что И кусаю второй кусок И жую нормально, потому что нет никакого Жени Думаю, какие они все Как можно было рассказывать Как можно обманывать так народ С этим перцем чили Ведь он же не... И тут пошло Да Я начал задыхаться У меня глаза начали болеть В общем, там была очень долгая история Я думаю, что с тех пор больше так блюдо не сервирует никто В этом ресторане Они, наверное, бедные Со мной намучились Так, мы должны дождаться, пока закипит водички Да, да, да Мы должны дождаться, пока все закипит Смотрите, уважаемые телезрители Мы налили немного Где-то на палец примерно Толщиной слой воды Туда бросили ложечку чеснока в масле подсолнечном Раздавленного, кстати Да И, в общем, сейчас будем Что мы там будем? Приваривать медии вот эти Ну, мы будем их, да, обваривать немножко Медии, которые вот в створочках Что потом, видимо, взять Сейчас мы очень тонко нарежем еще перец чили Очень хорошее блюдо, между прочим Так, вот у нас есть совсем немножко перца чили И я думаю, что этого достаточно Потому что нам больше А, нам больше и не надо Этот мы перец оставим для сервировки Нам еще нужно будет порезать мелко петрушку Но она нам тоже нужна будет для сервировки Так, петрушка наша уже умерла Ну, ничего, мы сейчас оживим Живи, петрушка А что там еще за травушка-муравушка такая? Вот это, это тоже у нас умерло Это у нас лук-резанец Или лук-шник Ах ты лук-резанец Ах ты лук, ты резанец Да-да-да Молодец, резанец Очень много подготовлений Приготовлений, но, по сути, это все будет потом очень-очень быстро То есть мы сейчас готовим все просто, да? Мы сейчас готовим, потом будет очень быстро все это добавляться Там такая будет работа, кипеть Все ли мы порезали? Еще нам надо порезать помидорку сушеную Так, расскажи людям, что вот это за баночка с помидорами? Это явно не домашнее соленье? Нет, это не домашнее соленье Это банка с сушеными помидорами Тоже по акции за 69 рублей Ты знаешь, они не могут быть, во-первых, сильно дешевыми Потому что здесь исходного ингредиента много А потом он уваривается, усушивается Давай напомним, что мы здесь нашинковали, нарезали Мы нашинковали, нарезали Перец чили Вяленые помидоры Помидоры черри Да Это я из дом принес Это вот прекрасное фиолетовое Это базилик 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 И петрушка И петрушка Петрушка Такая петрушечка Дальше мы начинаем готовить Северин, у тебя ответственное задание Посчитать ровно до трех минут Минут? Минут Да, максимум три минуты И потом это все выбросить В смысле выбросить? Ну, я имею в виду, выложить обратно Ты вот так вот делаешь Вот так вот делаешь, Северин Для того, чтобы горячая вода омывала мидии А мы начинаем готовить Мы на горячую сковороду Она еще не горячая почему-то Так, три минуты Есть На горячую сковороду мы выливаем масло Значит, мидии готовятся три минуты Да, да, да Морепродукты долго не готовятся На это масло мы выбрасываем чеснок Вот этот вот самый толченый чесночок Тут же мы добавим мелкорубленный перец чили Мы жарим креветки Добавляем креветочки На мой взгляд, масла маловато Добавим еще чуть-чуть Добавляем креветки Добавляем мидии Я так понимаю, что с Волгоградом Ты связи не порвал? Периодически бываешь там? Конечно, конечно Как можно порвать связи с родиной? Мы добавляем немножко вина Она сейчас выпарится Вино белое тоже нужно для того, чтобы забрать все ненужные ароматы Как вкусно пахнет у нас там штрузелем Так, мы добавим сюда еще помидоры И помидоры черри Помидоры вяленые и помидоры свежие Так, зелень в конце, да, будет? Зелень будет в самом конце, потому что она термически неустойчива Давай напомним, с чего мы начали жарку на этой сковородке Мы начали, добавили простое масло Добавили сюда немножко мидии Чеснока Масло, чеснок, мидии Немножко креветок Помидоры черри, помидорки Сушеные, ну в общем, это может быть что-то любое, что добавит кислинки Когда у тебя есть свободное время, ты чем занимаешься обычно? Я иду в тренажерный зал, я либо что-нибудь читаю Я больше читаю Да Так, смотри, креветки уже подрумянились Да, так и должно быть Теперь мы добавим сюда спагетты А, мы их еще будем обжаривать или же, да? Да, да, да Так, что-то они... А, они слиплись там Ах, они слиплись здесь Ну тогда мы так... Отвернитесь, пожалуйста Подомажь ему, да, давайте, не будем По-брутальному так Да, 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 так Спокойно С матками их тут, да Да, да, да Совершенно не стесняюсь А не все будем расходить? Нет, не все Мы сварили больше, чем нужно Надо, чтобы они немножко разошлись Мы для этого добавим сливки теперь сюда А у нас там еще до чего-то оливки Маслицы Да, 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 мы их тоже сюда добавим Ну тут такой получается микс Да, да, да Продуктов Все очень непросто А мы еще что-то будем здесь жарить? Нет Вот это финальное, да? Это все финальное Потому что... Добавим еще немножечко маслин Мы их резать не... Прямо так-то добавим? Да, да, целиком У нас такая средиземноморская кухонька 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 Так Добавим еще немножко вина Потому что бульона у нас нет Мы бы добавили бульона Но добавим сюда вина Потому что мы не доварили спагетти наши Чтобы они немножко... Сейчас они в сливках доварятся Да, доварятся Мы не доварим специально для того, чтобы они варились в сливках И как бы впитывали именно вот Уже вот эти все ароматы Это будет вкусно Да Ну что, выкладываем? Да, сейчас мы серверуем Надо это сделать Умудриться это сделать красиво Я это не делал уже тысячу лет Поэтому... Если не получится Я прошу прощения У всех, кого развит эстетический взгляд Потрясающий аромат Чесночно-сливочный какой-то И... Это очень вкусно Так, так, так Надо взять вот так Ну, у нас получилось две порции Мы сейчас это все еще немножечко подправим Так, раз Теперь миди Там где-то были миди сибири Вот они Вот они, миди Оп Так Здесь тоже миди Мы это все положим Красиво Потому что это все очень красиво Чайную ложечку аджики Потому что она Может нам сыграть Хорошую роль В этом деле Нелегком Теперь мы все это Посыпем перцем Еще украсим Так Небольшой петрушечкой Немножко петрушки Много И поставим сюда Перчик Чили Ну вот так Как-то так Можно даже вот Еще вот так Да, да И вот И вот так, да? Все Третья лишняя Да, третья лишняя Пара Пусть их будет два Классно Ну давай еще Опросьте петрушечкой Сюда еще Вот петрушечка Вот сюда Вот так Вот так Петрушечка Доска Да, много получилось Как вам гренки резать? Просто как обычно Батон режем? Да Да, как обычно Режем батон Так и режем гренки Сковороду будем маслом Смазать? Или на сухой? Нет, просто сухой Только с одной стороны Что подсушено Да, да, да Это будет вкусненько Ты уже голодный, да? Да, мы так долго готовим, друзья Что я проголодался Честно говоря Ну, конечно, если не разговаривать Готовить в одиночестве То, может быть, быстрее Так Это, может, некрасиво выглядит Как я накладываю Но что делать? Ну, это вкусно Это очень вкусно Так Я много гренок пока не буду делать Да, вот это Делает на всех На всю съемочную группу Паштет у нас сейчас примет Свой Настоящий вид Каким он должен быть Да Так Мы добавим туда Еще немножко сливок Он не будет потом Слишком жидкий, да? Он будет то, что нужно Вообще, по-хорошему Паштет готовится так Чтобы у него потом Можно было Намазать На хлеб На следующий день Вообще Паштет едят не один день Поэтому я покажу Как его сохранить Сверху его поливают Сливочным маслом Масло застывает И паштет перестает Выветриваться Это очень Очень правильно И очень вкусно Очень вкусно Да Гренки будут для паштета С одной стороны Мы их поджариваем С той стороны Которой поджарили Мы Мажем паштетом Знаешь, почему С одной стороны? Почему? Потому что ты кусаешь В основном Нижней челюстью И чтобы было мягко А здесь Челюсти встречаются И ты чувствуешь Что Хруст Что вот он Хруст есть Да Вот у нас готов Паштет Так И мы его Перекладываем Да, он, кстати, получился густой Ты прав Да, да, да Получилось больше, чем нужно Потому что Как это пахнет Да, это пахнет Очень-очень вкусно Так Теперь Нам нужна Ложечка Подай, пожалуйста Масло Которое у нас Там стоит Хорошо Масло нам нужно будет Для того, чтобы запечатать паштет Предположим, мы приготовили Ну Приготовили мы больше Его нужно как-то сохранить Если он заветрится Это будет уже невкусно Некрасиво Для того, чтобы сохранить паштет Его надо просто залить Сливочным маслом То есть мы растопили сливочное масло Мы растопили сливочное масло Да И мы должны им покрыть Тонким слоем Тонким-тонким слоем Мы должны покрыть паштет После ночи в холодильнике Это будет Много положил Очень вкусно Потому что масло застынет Образует такой приятный слой Давай попробуем сервировать одну Итак, мы поджарили наши Ты видишь, он получается такой кремовый Конечно же, он не однородный Консистенция Он больше как паштет Собственно, паштет он должен быть Паштет И не какой-нибудь там Врагу Такс Может быть, давай вот так Вот его и положим Сюда ты хочешь? Да Я думаю, что Ну, давай Прекрасная подача Так Давай еще Третья будет как раз Третья будет как раз Чем больше, тем лучше, мне кажется Вообще Нет, вот в данной ситуации Вот именно три просятся Три кусочка Так Мы можем один сервировать огурчиками Другой сервировать петрушкой Петрушкой И третий Я бы сюда еще маслинку бросил Давай маслинку Да Вот они прям просятся вот туда Все-таки ты разговариваешь, да? С продуктами питания Ты же должен знать, кого ты ешь О, смотри, какая красота О Ну, вот так Это просто магия телевидения Это магия кулинарного искусства Как легли огурчики, посмотрите Огурчики легли Хочется, конечно, съесть их Так Давай тогда все блюда сюда выставим Надо еще достать штруди Штрудель Давай следующее Аплодисменты, господа Так Ну, давай Давай один Аккуратно, иначе он может Да 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 Нет Что-то там прилип, по-моему Нет Да Пошел? Да Давай Давай, давай Еще Там что-то он где-то прорвало его, по-моему Вот с этого края Скажи ему, ты же умеешь разговаривать с продуктами? Да нет Давай, держись Держись, штруди Держись, друг Сейчас Молодец Ай, погрячо мне Вырвем тебя из лап Если хочешь, давай я подержу вот так Давай, сдавайся Штрудель Нет, нет, нет Куда ты торопишься, подожди Хороший мой Давай, сейчас все будет хорошо Там просто прилипло с той стороны как раз Не переживай Мы тебя вытащим Мы тебя вытащим Все будет хорошо Ты пережил духовку Операция штрудель Операция штрудель Прошла Успешно Ура Первый штрудель приземлился Ну, мы второй пока не будем вытаскивать? Да Это очень тяжело оказалось Вуаля 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 Волшебно А как пахнет Ммм, белиссимо Так Мы его разрежем пополам Так Мы его режем пополам Давай подвинься, дружок Боже Вуаля Там все Смотрите, как сок потех Там бог Ну, вот как ты думаешь Разрежем вот так Будет порция Или порция будет прям целый кусок Я думаю, что давай целый кусок Потому что я переживаю за его физическое состояние Но это будет такой ломость, ты понимаешь? Ну, ничего страшного Мы потом уже разберемся с ним Ну, ладно, давай Мы, значит, начинаем сервировать Нашу тарелочку А если мы его подлежем, он не вытечет? Вытечет Давай, ради красоты Ради красоты мы поступим вот так Расскажи зрителям, что ты делаешь? Это просто сироп Нет! Ну, вот так всегда Но мы сейчас попробуем справить Это же магия телевидения Да О, так Да, здесь фантастичь просто Теперь мы Сделаем вот так Так, добавим сюда немножечко мака Мы чуть-чуть положим сахарной пудрой сюда Да, вот так И немножко просто припудрим Снег идет, а снег идет И штрудель кого-то ждет Так, еще немножко мака, чтобы он оттенил эту историю Ну и, конечно, какой штрудель без шарика ванильного мороженого Вау Так, и вот там лежит веточка мяты И мы ее сейчас сюда положим Ванильное мороженое должно быть немножко растаявшее, да? Да, да, оно подтает и будет прям самое то, что нужно Все, готово Это ванильный штрудель Мы сегодня замучились, конечно, на этой кухне Но мне кажется, это стоит того У нас ванильный штрудель У нас паштет из печени индейки И спагетти с чернилами каракатицы Все, мы приготовили Мы справились Справились, спасибо Ну что, надо пробовать, правильно? Так, давай, с чего начнем? На первую у нас будет... На первую закуска Закуска Начнем, давай Давай Я выберу вот с... Мне вот маслины не нравится Я хочу с... С... Этими прекрасными... Немножко так Открыли, чтобы он... Чтобы он не... Чуть-чуть вот так Я по-простому Ммм Да Это то, что надо Как по-французски будет волшебно Манефик 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 Волшебно Это то, что надо Ммм Потом он еще немножко застенет Этот паштет на гренках Это манефик просто Да? Это вкусно Ммм Дальше Сюда еще, конечно, продают бокал виноградного... Сока? Сколько программа? В 17 часов Сока Виноградного сока Чая лучше С травами Нам нужны билки Держи Давай Итак Переходим Твой первый Ну что ж Ну прям без церемонии Раз Да Раз Ну и вот так Накрутило Да Обязательно помидорчик захотите Отвернитесь, пожалуйста Так, ну надо попробовать Понять Слушай, потрясающий аромат остался Остался Чеснока И сливок Ну это Как говорят у нас в коме Это вкусно Очень вкусно Да, получилось правильно Удивительно Я не ожидал, что будет нормально И остался у нас Получилось правильно Да Удивительно, я давно не готовил На самом деле это был большой страх и риск Ну видишь, кто не рискует, кто не готовит Так, нам нужен какой-то чистый нож Да Да Давай Как его резать обычно? Вот так вот отрезаешь Кусочек Да Ой-ой-ой Не стесняйся Он такой горяченький еще Братец Штрудер Ну так Давай Надо как-то умудриться тебе взять его Да Ну это красивое блюдо, которое едят с вилкой и ножом Но у нас нет этой роскоши И поэтому мы Подай, пожалуйста, вилку Держи Вот ты отрезаешь кусок Макаешь его в ванильное мороженое Чтобы не так горячо было Вот так вот сейчас Да Паштет ванильный Ванильный паштет Так Вот так вот с левой руки принято Подожди Я отвернусь, хорошо Я отвернусь Я не смотрю Все? Видимо, да Это Ну-ка Это уже контрольный просто Выстрел Да? Ну да, я тоже попробую По-гурманному Хорошо получилось? Да Есть ощущение карамели немножко? Есть Там все есть Значит получилось Там все можно есть Так, ну-ка, давай попробую Давай Теперь я отвернусь Я отвернусь А у меня все патает Так, так, так Аккуратно Аккуратно Ну, мне кажется, получилось, да? Мне кажется Надо больше сахара Больше сахара? Не, не, не Мне кажется, достаточно На вкус и цвет? Ну, как говорится, да Ну, в целом Это очень простое блюдо Согласись Конечно, мне кажется Меньше всего мы Затратили усилия Именно вот Если бы мы готовили только его То мы бы справились Наверное За 15 минут За 20 Добавим еще сиропа Чтобы было послаще Да Ну и сладкоежки Вот такие Ярослав Огромное спасибо За то, что ты пришел Сегодня Уделил на время Показал простые Сущности Как оказывается Недорогие рецепты Ну, по крайней мере В целом доступные В целом доступные Я хотел бы сказать Я сомневался Готовить ли это блюдо Или не это Эти два блюда В целом Они стоят совсем недорого И там тоже В принципе При желании Можно найти И мидии за 60 рублей И сушеные помидоры Рублей за 150-200 То есть При желании Надо искать Если вы любите кушать А пусть и можно Вместо печени индейки Взять печень куриц Ну, вот ты любишь Печень индейки А примерно По деньгам Насколько я помню Одно и то же самое Ну, тогда тем более Но я думаю, что это не та тема Которую обсуждают Когда приходят гости Мы все-таки обсуждаем Не экономические системы А кулинарные Поэтому огромное тебе спасибо За такие вкусные Простые рецепты Спасибо большое Что приглашали Спасибо Спасибо тебе Уважаемые телезрители Мы с вами не прощаемся Только на неделю Чтобы снова встретиться На кухне ресторана Майбер На неполитической кухне На канале Юрган И что-то вкусное приготовить Всего хорошего вам До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok